Мне кажется, что его невозможно задеть вообще. Бои в клетке не могут разозлить его, что тогда в принципе может? Его выражение всегда неизменно, я никогда не видел его злым. Чтобы он такой победил и типа эмоционирует. Нет, он просто выигрывает и такой, ну да, еще один рабочий день в офисе. Федор Емельяненко – это настоящая икона смешанных единоборств. Его великая фигура уже долгое время олицетворяет данный спорт и продвигает его в массы. Буквально через несколько месяцев последний император проведет свой последний поединок в профессиональной карьере. Он состоится в феврале 2023 года на Беллатор 290. И в связи с этим мы представляем вашему вниманию подборку из лучших финишей легендарного россиянина. Как в лучшие годы его карьеры, так и последнее выступление с его участием. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, а также ставить лайк и оставлять комментарии с четырех слов. Ну а мы начинаем. Погнали! Уже совсем скоро Махачев и Волкановский разделят октакон. Кто же будет лучше, дагестанский феномен или же австралийский танк? Если вы хотите добавить остроты при просмотре, то обязательно переходите по ссылкам в комментарии. Они от Лиги Ставок, одного из лидеров национального рейтинга. Лига дарит до 10 тысяч новым пользователям. Заключайте пари и участвуйте в розыгрыше призов. Победитель получит iPhone 14 Pro. Его отдадут за пари с самым высоким коэффициантом. Все подробности по ссылке в закрепленном комментарии. В общем и целом, если и делать выборы на бои, то только с лучшими. А это Лига Ставок. Сатоши Иши. Dream Fight for Japan 2011. После не самого удачного забега в Strike Force и возвращения на победную тропу, Федор Емельяненко в очередной раз выступил перед японской публикой 31 декабря 2011 года. Его соперник Сатоши Иши на тот момент уже был олимпийским чемпионом под дзюдо и имел победную серию из четырех успешных поединков в смешанных единоборствах. Как только прозвучал стартовый гонг, представитель Японии пошел вперед. Он попытался атаковать, используя комбинацию, однако россиянин сразу дал понять, что подобный маневр сегодня не сработает. За ней последовала попытка выбросить лоу-кик, но и эта затея также не сыскала успеха. Последний император хладнокровно оценивал своего оппонента и постепенно зажимал его канатом. Вскоре Сатоши снова решил начать взрывную атаку, но Емельяненко в очередной раз вовремя среагировал на его выпад. После нескольких неудачных заходов в стойки японец попробовал перевести Емельяненко на землю. В этом аспекте Федор тоже оказался сильнее. Пока что Сатоши Иши не знает, что ему делать и просто присматривается к оппоненту. Россиянин начинает прикармливать его лоу-киками и сам идет в атаку. Потерянный боец из Японии до сих пор так и не придумал ничего более эффективного, поэтому просто стоит на месте. Емельяненко берет управление ходом поединка в свои руки и заряжает молниеносную комбинацию по его голове. Угол Сатоши отчаянно напоминает ему о киках и движению головы, но запуганный боец не предпринимает ровным счетом ничего. Из-за этого получает еще одну быструю комбинацию по лицу от россиянина. Тренеры японца вовсю просят его держать Федора на дистанции, но он не слушает их и добавляет в свою атаку одиночный левый хук. Последний император случайно поскальзывается, но японский боец не успевает ничего извлечь из этого момента и сам получает тяжелый правый прямой от Емельяненко. Россиянин чувствует запах крови и уверенно двигается в сторону Сатоши. После еще одного лоу в связке с комбинацией Федор ставит точку и финиширует представителей Японии в зрелищной манере без добивания. Уже родная для последнего императора публика поздравляет победителя бурными овациями. Я очень хочу быть таким же бойцом, как Федор Емельяненко. Спасибо всем. Еще увидимся. После встречи с легендарным россиянином Сатоши Иши одержал восемь побед к ряду и победил не одного именитого спортсмена. Педро Ризо. М1 Глобал. 2012 год. После победы на Сатоши Иши Федор Емельяненко выступил спустя шесть месяцев. 21 июня 2012 года он разделил ринг с представителем Бразилии Педро Ризо, который на тот момент шел на винстрики из двух досрочных побед. Поединок проходил в главном событии вечера на М1 Глобал. С самого начала поединка сразу стало понятно, за кем будет победа. Бразилиц очень сильно нервничал, стоя на ногах, в то время как Федор, напротив, был сосредоточен и планомерно двигался в сторону оппонента. Вскоре Ризо принял решение атаковать первым. Он совершил несколько выпадов в сторону последнего императора, однако ни один из них успехом не увенчался. Более того, Емельяненко поспешил ответить быстрым и точным джебом. За одиночным ударом в ход пошли отработанные комбинации по этажам от россиянина. Выходец из Бразилии выглядел совершенно потерянным, как и его предшественник. Спустя полторы минуты Федор Емельяненко оформил жесткий технический нокаут по старой схеме. Сперва в ход пошел Лукик, а следом за ним молниеносная комбинация по лицу, которая наглухо выключила бойца из Бразилии. Черт, отличное выступление от легендарного россиянина. Джей Дип Синг Райзин, 2015 год После затяжного перерива в три с половиной года последний император 31 декабря по классике закрывал год ярким выступлением. В главном событии вечера он выходил учить молодого профессионального бойца Джей Дипа Синха. Начинающий проспект из Индии имел за плечами две досрочных победы в первых раундах, и третьим серьезным соперником в его жизни сразу стал Федор Емельяненко. Как только схватка началась, превосходящий россиянина в антропометрии Синг принялся раздергивать Федора и держать его на дистанции. Но Емельяненко, как мы знаем, ростом не напугаешь. Он не обращает внимания на обманки соперника и уверенно надвигается в его сторону. Выходец из Индии постоянно кружит вокруг последнего императора и старается не застаиваться на одном месте. Однако Федор на это особого внимания не обращает. Он спокойно уворачивается от всех одиночных атак Джей Дипа и не торопясь выцеливает его голову, как движущаяся мишень. Вскоре Емельяненко выбрасывает быстрый джеб и резко сближается. Боец из Индии всеми силами пытается противостоять россиянину в клинче, однако опыта в подобных позициях у него явно не хватает. После разрыва дистанции Синг продолжает двигаться в разные стороны. Уже более-менее привыкший к его передвижению Емельяненко уверенно идёт в наступление. Он чётко выбрасывает несколько тяжёлых бомб и вынуждает оппонента пятиться назад. После пары секунд, приведённых в углу ринга, россиянин переводит Джей Дипа на нулевой этаж. С этого момента у бойца из Индии начинаются реальные проблемы. Фёдор спокойно, не торопясь, разбивает Синха, сменяя позиции как по щелчку пальца. Вскоре начинается знаменитый «Граунд энд Паунд» от Фёдора Емельяненко. Через некоторое время «Последний Император» переходит в «Фулл Маунт». Если до этого у соперника ещё был шанс на спасение Испартера, то сейчас эта вероятность достигла отметки в ноль. Третья минута первого раунда стала для Джей Дипа Синха последней в тот вечер. Россиянин брутально забил голову оппонента в канвас и одержал очередную досрочную победу в первом. Раунде. Ещё одно блестящее выступление от «Последнего Императора» перед японской публикой. Фрэнк Мир. Беллатур 198. 2018 год. После не самого удачного дебюта во второй бойцовской лиге с Мэттом Митрионом на Беллатур 180, Фёдор Емельяненко не опустил руки и продолжил усердно работать. В апреле 2018 года он встретился с бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. Бойцовская комьюнити уже давно желала увидеть данную встречу, и вот 198-й ивент организации, который к тому же стал началом крупного Гран-при, подарил фанатам такую возможность. В мейн-ивенте апрельского турнира Фёдор снова сиял, как в свои лучшие годы. Всего 48 секунд понадобилось «Последнему Императору», чтобы одолеть Фрэнка Мира в зрелищной манере. Он перебил его в стойке и переборол в партере. Даже одно точное попадание от американского бойца не смогло остановить российского спортсмена. Несмотря на то, что Фрэнк Мир в преддверии боя подходил довольно основательно к тренировочному процессу и только совершал дебют в организации, ничего стоящего «Последнему Императору» он так и не предложил. Это было идеальное выступление в четвертьфинале Гран-при от легендарного Емельяненко. Ну, прошел не совсем так, как я планировал, потому что все-таки легкий удар пропустил. В общем, все закончилось удачно. Чейл Сонен. Беллатор 208. 2018 год. Пять месяцев спустя, именно 13 октября того же года, в полуфинале Гран-при «Последний Император» снова вышел в октагон. Он разделил клетку с главным трештокером UFC прошлого поколения Чейлом Соненом. Американский боец в те времена тоже имел небольшой опыт выступлений в Беллатории и из трех проведенных поединков одержал две уверенные победы над Вандерлейм Сильвы и Куинтоном Джексоном, решением судей. Матчмейкеры промоушена посчитали данный матчап довольно интригующим, а фанаты приняли новость о его организации с распростертыми объятиями. Этот поединок увидел свет на 208-м ивенте в главном событии вечера. Мой план на бой всегда не изменен. Я уже давно нахожусь в этом спорте, мне нравится развивать и изучать новые навыки. Мне кажется, что я до сих пор изучаю новые и развиваюсь. Но, как только я захожу в клетку, я безукоризненно следую плану. Как только время придет, я пересеку эту линию и буду драться с Федором. Во-первых, я собираюсь грозно и смело преследовать его с самого начала и выманивать этот удар правой. Во-вторых, я буду уверенно нырять под его ноги и опрокидывать на задницу, вместе с этим избивая его лицо на протяжении 15 минут или пока он не сдастся. А теперь у меня вопрос к Федору. Стоп, почему? Зачем ты задаешь вопрос Федору? Что ты собираешься извлечь из этого? С таким же успехом ты можешь сесть на поезд в центре города и задать вопрос Бруклинскому мосту. И с точки зрения архитектуры это было бы более оправданно. Ты вообще видел его без футболки, а? Начало этого поединка получилось очень жарким. Как только прозвучал ГОК, американский боец пошел вперед. Он сразу атаковал Федора, но в этот же момент поймал жесткую контратаку и отправился на землю. Емельяненко не решился добивать своего оппонента и позволил Чейлу Сонену подняться, однако и на этот раз простоял на ногах он не особо долго. Очередной быстрый тяжелый патч от последнего императора вынудил его сменить этаж. После этого болтливый американец попытался завязать Емельяненко в клинче, но и эта позиция вскоре отшвырнула его прямо на канвас. Четвертая попытка перевести Федора в партер таки удалась. Хотя и то после свипа россиянин все равно остался сверху. Некоторое время бойцы пытались бороться за выигрышную позицию, но ближе к концу первого раунда Федор Емельяненко взорвался и выдал одно из лучших добиваний за всю свою спортивную карьеру. Он одолел Чейлу Сонена в первом раунде техническим нокаутом и тем самым одержал победу в полуфинале Гран-при. Так получается. Я не могу сказать, что веселее, не веселее, но я, слава богу, чувствовал и по скорости контролировал. То есть видел движение Челла, поэтому старался немножко опережать его. Он очень взрывной. Я бы назвал его именно так. Он не прятал свои удары, а просто бил и бил. Очень сильно. Даже в партере. Я занимал хорошую позицию, но Федор просто сбрасывал меня. Дело не в технике, но он действовал все равно очень впечатляюще. Он вообще впечатляет как боец. Куинтон Джексон. Беллатор 237. 2019 год. В финале того самого Гран-при Федор Емельяненко потерпел поражение. 26 января 2019 года россиянин подрался с Райаном Бейдером. Встреча проходила в главном событии вечера Беллатор 2014. К сожалению, последний император не успел ответить более молодому оппоненту и проиграл нокаутом после первого же размена. Оооо! Большой шот! Но и на этом все не закончилось. В декабре того же года на Беллатор 237 состоялся еще один долгожданный для фанатов поединок с участием Федора Емельяненко и бывшего чемпиона UFC. Их поединок должен был пройти в Японии на Сайтомо Суперарене. Это место всегда было победным для Федора Емельяненко. И вот теперь он должен был подраться уже в заключительный раз. После двух поражений и последней победы над Вендерлеем Сильвы Рэмпейдж хотел подкрепить хорошее выступление еще одной победы над именитым соперником в лице россиянина. Раньше, конечно, он был помоложе и побыстрее, наверное. Вот. Сейчас, как и я, стал потяжелее. Возраст дает о себе знать. Но и удар у него стал потяжелее. Федор отлично начал этот бой. Хорошо двигался и точно попадал. Даже на закате своей карьеры российский боец показал достаточно внушительную скорость, с которой Куинтон не смог совладать. После нескольких быстрых серий очередное тяжелое право от Емельяненко достигло своей цели. Что стало началом конца. Упав на канвас, Джексон замахал руками, сигнализируя о том, что больше не желает продолжать этот бой. Очередная досрочная победа нокаутом в первом раунде от легендарного Федора. Удалось победить здесь. В Японии всегда побеждал, слава богу. И рад, что и японским фанам, и фанам во всем мире под Новый год удалось, скажем, порадовать, поднять настроение. Тим Джонсон. Беллатор 269. 2021 год. После победы над Рэмпейджем Емельяненко снова взял перерыв. Его последнее на данный момент выступление состоялось в октябре 2021 года. На 269-м ивенте Беллатора, который был организован в Москве, противостоял ему крепкий тяжеловес, который в свое время некогда выступал в сильнейшей лиге. Тим Джонсон. Мотивация одна. Я всю жизнь в этом спорте. Я люблю этот спорт. У меня замечательная команда, и мы представляем Россию. Не думай, что на меня что-то оказывает давление. У каждого из нас есть свой дом. Поединки всегда проходят в разных уголках мира. Насколько мне позволяет мой уровень английского, я попытаюсь донести до вас свою мысль. Я дрался во многих местах. С бразильцами в Бразилии, со многими другими представителями своих стран и государств. В поединке с американским бойцом 45-летний Федор Емельяненко вновь сиял как в лучшие годы. Всего за несколько разменов и полторы минуты от начала первого раунда последний император финишировал Тима Джонсона с серией быстрых и жестких панчей и одержал 40-ую победу в профессиональной карьере. Благодарю, сэр. Я чувствую себя великолепно. Очень хорошо. На данный момент Федору Емельяненко уже 46 лет. Его профессиональный рекорд насчитывает 40 побед при 6 поражениях. 4 февраля 2023 года легендарный россиянин совершит последний забег в октагон и попытается реваншировать поражение Райану Бейдеру. И все это на Беллатор 290. На самом деле, даже не важно, одержит последний император победу или не одержит, он уже давно доказал свое превосходство еще в лучшие годы и подарил преданным фанатам не один десяток фееричных выступлений. Самое главное, чтобы этот легендарный человек был жив, здоров и продолжал радовать нас даже за пределами клетки. Но в любом случае, мы искренне желаем ему удачи в финальном поединке и всем сердцем болеем за него и поддерживаем. Ну а на этом сегодня все. Пишите свое мнение в комментарии под этим видео. Как вы считаете, есть ли у последнего императора шансы на победу на февральском ивенте? До скорого!